Да, это было тяжело, хотя не так. Твою налево. Я вижу, ты мой рюкзак успел взять. Садись давай. А сколько примерно? Да, часа четыре. Ладно. Черт, связи нет, если мы здесь застрянем, то уже не выберемся. Еще и лес этот странный пугающий. Никита, п***ь. Да, если взорвать все эти сцерны, получится нехило так взрыв. Ну, для начала их пробить надо, и только потом уже... Нетрудно. У тебя там уже оружие есть. Можно попробовать. Зачем? Почему это? Зарвем тот город и убьем тех тварей. Мы все равно уже уехали. Смотри, сколько машин. Обалдеть, смотри. Все они встали, как только закончилось электричество. Ну, они работают все еще, видишь, у них фары горят. Ну, это так, их уже замкнуло. Вот они. Все ужасы. Жаль, что мы не сможем помочь этому городу. Никто ему больше не поможет. Ты уж сама подумай. Хотя мы надеемся, что в другом городе не будет этих тварей. В любом случае, нам ехать 4 часа до Питера, так что наше возвращение будет довольно... Я надеюсь, мы доедем. Доедем нормально, спокойно. Потому что наше возвращение будет, ну... Наше возвращение будет довольно неожиданно. Да... Если там эти твари... То... Простите... То... Ну... Поверю, конечно, что там, возможно, эти твари есть, но... Вряд ли. Знаешь почему? Мне кажется, они забрались пока только до сюда. Округляют местность. Ну да. Округляют все. И все это их территория. Причем, за месяц, в день, вылезло почти... Ну... Я не знаю, несколько... Несколько особей. Ну, от нас помолоко... Да, слава богу. Молокого вокзала. Ну, слава богу, у нас оружие оказалось. Да. Ну да. Да ладно, я б справилась. Без разницы, справилась, не справилась. Главное, что мы живы. Но я серьезно говорю, если мы застрянем в этой жопе, здесь нету интернета. Здесь даже связи нету. Я боюсь, что мы будем делать ночью. Если эти твари бывают ночью... Потому что, как я еду, я сразу же... В нашей ночью напала матка, но... Это было самое страшное, что я видел за всю свою жизнь. Не напоминайте. У меня же сразу башка вылезает. Так... Просто я когда еду на поездах, мне всегда вспоминают фильмы... Этот вой. Ну, смотрела фильм вой про оборотней? Конечно. Так то же самое. Люди застряли в глуши, в лесу, и... Ну, и на них напали оборотни. Мы не поможем ни с чем уже. А в столицу ехать бесполезно. В столицу никто и не поедет, в принципе. Даже военные там опасаются быть. В Москву ехать бесполезно. А в Москву никто, в принципе, не поедет. Ты что, даже Андрей там, в принципе... Ты звонил ему? Да, звонил, но не отвечает. Ну, последний раз я ему звонил, он сказал то, что... Находится сейчас дома, и... В Москве вообще полнейшая жопа. Там некоторые его друзья, но... Там прям жесть происходит какая-то. Там, значит... Говорили, что там снова на границе видели Люцифера. Если видели, то он скоро явится к нам. Ждать нельзя. Мы обязаны ехать искать его оружие. Если бы... нашли бы, конечно. Мы не знаем, где у нас полагается. Я примерно знаю. Надо тут ехать далеко. Тебя я с собой не возьму. Ты не выдержишь. Да это я опасен слишком. Если... Да для твоего-то возраста. Ты еле выдержал прошлую ночь. Что уж говорить про то, что будет сейчас. Ты не понимаешь сей ужас. Да ладно. Где-то еще остались зеленые деревья. Да. Это... Можно сказать... Очень странно. Здесь все свяжено. Огоня хватило. Все части. Вы люди сами загубили себя. Вам ничего не поможет. Мы начали губить себя еще, когда начали строить заводы, дома, машины. Да. В общем, все, что связано с техникой и... Всем этим. Мы твой бабы теории, чего полностью обсуждали. Ну да. Как они размножаются. Скорее всего, они размножаются бесполым путем. Так как признаков того... Признаков пол у них в принципе нету. Но у них есть маска. Это доказывает, что у них все-таки есть пол. Ну, мне кажется, нежно нажать как чужие. Как чужие? Типа... Бесполым путем, да? Или... Да. И через людей. Для этого мы люди не могли. Да. Через людей. А чем тогда они питаются? Какими самыми людьми? Людьми? Животными? Нет. А если они питаются даже крыгами, как бы у нас твари в заброшках? Думаешь? Да. Ну и... Блин, а что это бы с ними не играло? Это было бы весело. Ну, конечно, тут вайт просто не ел так. В любом случае, не играй с огнем. Это опасно. Да ладно, эти твари меня знают. Единственное, чего я поваиваюсь, так вот это ваше что? Если Люцифер явится раньше на свитер, пиши про палок. Ну да. Ну придется как-то решать проблему. Может быть даже мирно. Может быть даже придется сдаться. Я не знаю, я не верю в то, что это говорю. Заключить мирный договор? Что-то типа этого. Ну и даже если не получится. Если эти твари как-то можно приручить, то он как собак. Ну... Если я смогла приручить твари, которые находятся у нас в заброшке. Да ладно, если бы каждую ночь я приехал. Мы так и будем тут стоять, может уже пойдем сядем? Рече 15. А может они как собаки или как пофель? Ну-моему интересно когда появятся эти твари? Вот чуть счет себя petites. Когда появятся эти твари? Ну знаешь, я считаю то, что в этом населенном пункте есть люди... Мы пойдем их спасать некоторых? Вер... Сколько было... Нет. Мы не пойдем их спасать. Речи 16. Ну они ведь их убьют. Плевать. Да-sequently Koch- Но факт того же, что если мы не пожертвуем хоть кем-нибудь, то Сэм не сможет улучшить. Ладно. Запомни какую-что. Для всех спасения. Нет, жертв нет победы. Нет, жертв нет победы. Ну тоже правильно, конечно, но... Ладно. Но видишь, у них тут какая-то ограда есть вроде как. Пойдем посмотрим, как открепляются вагоны. Давай. Мы будем сидеть на местах. Да.